Уважаемые дорогие друзья, очень сильно извиняемся, оказывается не от нас все это зависит. По техническим причинам мы немножко опоздали. Так, ну все, тогда раз у нас все пошло, хоть с задержкой, но слава Богу, пошло. Здравствуйте, Александр. Во-первых, поздно заметили животное, даже если вы решили оперировать, то процент того, что животное выздороветь, намного уменьшается. Поэтому тут все-таки нужно купить очень хороший фонодоскоп с очень хорошей мембраной, не пожалеть на эти деньги, потому что если вы спасете животное по смещению с чуга, то все эти затраты, они очень быстро окупаются. Угу. Да, то есть резюмируем. Значит, профилактика смещения, туда входят все вот эти моменты, то есть чтобы профилактировать гипокальцемию, чтобы профилактировать задержание последов, это все за собой влечет, то есть смещение с чуга. Это все вкупе влияет на то, что может получиться именно смещение с чуга. Ну а как же вот напоить корове, дайте корове 40 литров воды. То есть как это влияет и на сколько, вот расскажите, пожалуйста. Лично мое мнение, да, ну я понимаю, что животные как бы должны выпить после отела. Если в принципе у животного все хорошо и отел прошел нормально, вы дайте ей просто большое корыто с водой. И даже если вы дадите туда немножко соли, этого достаточно будет в принципе для того, чтобы животное начало как-то восстанавливаться, потому что после отела животное теряет большое количество влаги, поэтому нужно ее восполнять. Если мы говорим по поводу систем дранчевания, я, честно говоря, пробовал и так, и так. Какое-то уменьшение со стороны именно болезни смещения с чуга я не увидел. И я понял одно, если мы ошиблись в транзитном периоде, допустили какие-то ошибки, там, кормление, содержание, то независимо от того, продренчевали вы животное или нет, это вас никак не обезопасит от смещения с чуга. Я это вижу так, что вот ты продренчил, 40 литров залил и все. А такие заболевания, как китоз, они в основном проявляются на пятый-седьмой день, но их дети 40 литров. Ну, да, хорошо, корове вы дали. В какой-то период все хорошо, но если есть какие-то проблемы до, то есть транзитный период до и после, соответственно, это никак не обезопасит вас от смещения. То есть если у вас грамотно налаженный менеджмент кормления и содержания именно транзитного периода, то тут вы можете понимать, что с животным у вас будет все нормально. Если она нормально потребляет корм, быстро восстанавливается, то это единственный момент, который дает уверенность вам о том, что с животным все хорошо. По поводу диагностики, очень классно помогает именно программа современная, то есть те, которые следят именно за поедаемостью, за активностью. Они разные бывают. На нашей программе, не в целях рекламы, это программа Каускаут, немецкая программа. Такие программы, наверное, как HitTime тоже, наверное, помогают. Но мы работаем именно с Каускаут. Вот такие вещи, как смещение сучуга, очень четко обнаружить, потому что она показывает именно потребление корма и время он. Соответственно, когда у программы есть в этих моментах отклонения, очень быстро регистрируют такие заболевания. Значит, вот три совета животновода. Это менеджмент кормления, для профилактики смещения сучуга это менеджмент кормления, это... Киваем, сидим. Три совета от вас. Это менеджмент кормления. Менеджмент содержания и контроль послеотельных заболеваний. Вот. Вот это три основных составляющих, которые обеспечат не только профилактику смещения сучуга, но и вообще коровку оставят в норме, меньше будет проблем послеотельный период. И быстрее вы вылечите все эти заболевания, которые у вас будут послеотела. И метриты, и эндометриты, и всё на свете. И всё тогда у вас будет хорошо. Вот. Кто... Ещё один момент, чуть не упустил. Есть такой момент, когда животное приносит двойню. Двойня – это первый звонок, что её нужно контролировать. Потому что животные двойни всегда плохо восстанавливаются, поэтому для нас животное, которое принесло двойню – это проблема. Ну, так сказать, возможная будущая проблема, поэтому за этим животным нужно пристальное внимание, потому что они всегда хуже восстанавливаются и имеют больше всего послеотельных проблем. Либо, если вы знаете, что у животного был патологический отёк какой-либо, то это тоже животное под карандашом должно быть для того, чтобы именно контролировать. Если говорить о времени возникновения смещения сучуга, то практика показывает, что это заболевание может возникать в любой период лактации и даже сухостой. Но чаще всего всё равно в новотельный. Чаще всего в новотельный, да. То есть можем говорить, наверное, в процентовке 90% – конечно, это после антелепериод. Но если вдруг вы увидели животное 120 дней лактации или 200 дней лактации, и она показывает все признаки вам смещения сучуга, то вы можете проверить животное и не думайте, что такого не может быть. Вот на этом давайте, пожалуйста, поподробнее остановимся. Все признаки смещения сучуга, потому что ставят разные диагнозы. И остановка там преджелудка, фатония и всё что угодно, и ретикулометаллоносительство. Короче, три раза не туда. Оказывается, что это элементарное смещение сучуга. Просто в хозяйстве не знать, что оно есть. Как сказал вот один владелец, крупный директор одного хозяйства, он говорит, у меня его в хозяйстве нет. Вообще смещение сучуга. Но теперь я знаю точно, что он есть, и я заставлю своих специалистов научиться контролировать и предотвращать. То есть, кто не знает, Александр Радаев у нас был спикером на форуме, который мы проводили на Красной Поляне с 20 по 22 октября. И достаточный успех имел на своем дебюте. Множество вопросов возникло. То есть, прям там бегали, дайте телефончик, дайте телефончик. И мы решили, что эта тема актуальна, и мы ее будем дальше качать. То есть, прямой эфир, дальше будет видео. И мы будем немножечко, ну, как бы стараться развивать эту тему, потому что на самом деле, ну, это как, знаете, в СССР секса не было. Так и так, ни в одном хозяйстве смещения сучуга нет. А оказывается, оно есть и прячется очень хорошо. На самом деле, у нас осталось не так много времени. Давайте, значит, как же… Какой там был вопрос, я уже забыла, господи, спасите меня. Признаки, какие же признаки? Так, ну, давайте вкратце пробежимся. Давайте, немножечко у нас осталось. Минута. Давайте начнем с ярких. Конечно же, это по телепродуктивности яркий признак. Если у животного вы обнаружили китоз, при китозе, наверное, в 60% случаев развивается смещение сучуга. То есть, если вы увидели китоз, обязательно это животное послушайте. Смотрите, по признакам. Соответственно, так как сучук у нас, да, бывает правостороннее и левостороннее смещение, то сучук может дислоцироваться в разных местах. И, соответственно, животное может себя чувствовать как очень хорошо, несмотря на то, что у него смещение, так и очень плохо. Потому что если у нас происходит, помимо смещения, заворот или перекрут этого сучуга, то, соответственно, данное заболевание может быть острым. Соответственно, один из еще ярких признаков, конечно же, это звон. Звон с левой или с правой стороны. Если мы говорим про место, где нужно пользоваться фонодоскопом, то если мы берем линию от маклака до локтевого сустава, зрительно ее проводим, то начиная от последнего ребра, вот посередине вот этой линии, мы можем вот такой, наверное, в диаметре 30-35 сантиметров круг такой начертить на корове. Вот это место нужно все прослушивать очень внимательно. Иногда бывает, что свечуга полностью не поднимается, и он может звенеть немножечко ближе к брюшине. То есть там тоже иногда бывает, поэтому можно тоже это прослушивать. Животное отказывается от аппетита. Точнее, отказывается, неправильно сказал. Теряет аппетит и, соответственно, откажется от корма. То есть вы можете наблюдать такую картину, если, допустим, у вас хедлоги, вы видите, что животное потребляет корма, а данное животное, у кого есть подозрение на смещение, нюхает этот корм, шевыряет его, но его не потребляет. То есть визуально можно подумать, что оно как будто ест, но если присмотреться, то этот корм, она просто обнюхивает и его ворошит, но никак его не потребляет. То есть это тоже яркий признак того, что у животного есть проблемы с ЖКТ, и если это послеотельное заболевание, то это смещение сучуга. То есть пытается сепарировать корм, так ковыряет его, но не ест. Ковыряет, ковыряет, да, но его не ест. Некоторые животные, соответственно, могут иметь извращенный аппетит, если, допустим, смещение сучуга совместно с китозом. Если животное, допустим, всегда заходило в хедлок, а это вдруг упирается и не заходит, и принудительно в хедлок не заходит, тоже можно регистрировать либо смещение сучуга, либо китлок. Ещё один такой интересный признак получается. Очень чётко в области голодной ямки образуется треугольник. То есть связки напрягаются и образуется такой, то есть немножечко корова горбится и образуются, получается, поперечные реберные отростки, косые мышцы живота напрягаются и получается вот по последнему ребру такой чёткий треугольник, это про левооставленное значение. В голодной ямке. В голодной ямке такой чёткий треугольник. Да, если вы это видите, тоже стоит это животное загнать и послушать на смещение сучуга. Звон вы услышите, в основном это будет такой звук перекачанного мяча. Если вы накачивали мячик какой-нибудь, там футбольный, баскетбольный, если его приложить к уку и ударить пальцем по мячу, то вы его услышите такой, его ещё называют, наверное, металлическим звоном. Вот такой звук перекачанного мяча. Это будет свидетельствовать о том, что сучук наполнен, соответственно, газами и, соответственно, дальше вам нужно будет принимать какое-либо решение. Я вспомнила просто, ну, я уже, оказывается, настолько древний ветеринарный врач, ну, по поводу этих вот стуков перекачанного мяча и всего остального. То есть, я ещё начинала практиковать с того, что мы гипокальцемию, порезы надували в имя, вот до характерного звука. То есть, ну, как бы вот такие вот извращения имели место быть. Было такое аппарат Эвенса. Да, дурили, дурили это самое коровы, что вроде как там молоко есть, на образование молока не надо тратить там кальций и всё остальное, и коровка у нас подымалась. Да, это было уже очень давно. Да, старый рабочий метод. Есть, конечно, у него мидности, но это всё равно. Есть. Ну, больше положительных, наверное, моментов, чем отрицательных. Конечно. Не всегда у всех есть болезнь, зато насос должен быть у каждого. Да, особенно сейчас, так это вообще, со всякими насадками интересными. Можно всё, что угодно надуть. Не только в имя. Всё, да? Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Дорогие друзья, мы очень долго, настраивали нашу эту аппаратуру. В оконцовке у нас всё получилось. Я так думаю, что это вот дебют было у Александра в прямом эфире. Я думаю, что мы обязательно повторим, немножко поинтереснее там, покачаем ещё эту тему. Всем большое спасибо, кто нас смотрел, кто нас посмотрит ещё в записи. Александру отдельное благодарю от всей компании Protect Fit. Здоровья вам и вашим животным. Спасибо огромное. Спасибо за организацию эфира. Я думаю, не последний раз. Поэтому спасибо. Спасибо всем. Ну и сердечко обязательно. Это, ну я не знаю, но мне не очень получается, да. Это тренд моей дочери. Она мам. Ну, говорит, врачи, у меня же большое сердце. Они же любят животных. Ну, показывай всегда в конце. Большое сердце. Дочке моей 6 лет. Вот, доча, большое сердце от врачей. Всем здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!